Поздним вечером 9 июля на Варламовской дороге около дома номер 33 35-летний мужчина задавил лося и съехал с дороги. Животное погибло. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ. После осмотра врачом был госпитализирован. За сбитых животных на водителя может быть наложен штраф. В приказе Минприроды перечислены животные и сумма компенсации, которую должен заплатить виновник. Если вы сбили лося, нельзя подходить к нему близко, а также забирать тушу животного с собой. Это уже преступление, так как нарушаются два закона. Водитель покидает место происшествия и в придаче становится браконьером. Чтобы не платить за сбитого лося самому, у водителя должен быть действующий полис ОСАГО. Всего за прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции выявили 219 административных правонарушений, зафиксировали 8 ДТП с материальным ущербом, из них 3 с пострадавшими. Сдержали 4 пьяных водителей, причем трое из них отказались от медосвидетельствования. Один водитель сел за руль, уже имея ранее судимость. 10 июля в 15 часов 12 минут по адресу проспект Музруково, дом 18, водитель мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам. После осмотра врачом пешеход был отпущен домой. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции задержали 16 водителей без прав. Трижды штрафовали горожан за нарушение правил перевозки людей. Четыре водителя нарушили правила обгона на проезжей части. А вечером 11 июля на проспекте Мира едва не задавили 25-летнюю девушку на пешеходном переходе. Медики осмотрели пострадавшую и отпустили домой. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. СРОВ-24.